Друзья, всем привет! Я решила сегодня заснять влог, потому что сегодня будет для меня, по крайней мере, очень интересный день. Я иду в совершенно новый музей космонавтики, центр космонавтики. Это самый современный, наверное, центр на территории России на данный момент. Он еще у нас, кстати, даже не открылся, но вот у нас именно сегодня будет уникальная возможность посмотреть, что это за центр. И поэтому, мне кажется, там будет очень интересно. Я была года два назад у застройщика этого центра, и он рассказывал, что там должно появиться. В общем, он так вкусно это подал, что я уже два года с нетерпением жду этот момент. Но открытие должно состояться достаточно скоро, мне кажется, в следующем месяце, в ноябре. И там, конечно, наверное, будет все очень красочно, очень интересно. Должны будут быть приглашены различные знаменитости, которые связаны с космосом. Наш земляк это будет все открывать. Свиных Виктор Петрович. И еще он позовет своих друзей, своих коллег, коллег по работе, то есть других летчиков-космонавтов, также известных на весь мир, как и он. Поэтому, ну, я думаю, это будет что-то очень масштабное. А сегодня я иду по поводу того, что у нас проходят чтения, Циолковские чтения, и к нам съехались с разных городов России дети, одаренные дети. Вчера была очень насыщенная программа тоже для них, и сегодня продолжение. Ну, вот в этом центре уже будет продолжение. Вчера была у нас встреча с детьми в Герценке. Там я не стала снимать, потому что, мне кажется, не всем этот формат будет интересен, а именно посмотреть планетарий, посмотреть на каких-то необычных роботов и так далее. Окунуться в неизведанный космос, мне кажется, все-таки многим людям будет интересно. И вот у вас сегодня вместе со мной будет уникальная возможность. Так что, надеюсь, этот влог у меня получится, и вам будет со мной интересно провести этот день. Я подошла к музею космонавтики, и на этой территории находятся сразу два музея. Один пока что действующий, но скоро, наверное, он будет бывшим. И один еще, который пока не открылся. Вот действующий музей, это двухэтажное здание и новый космический центр. Очень такой интересный, необычной формы. И, кстати, здесь рядом стоит бюст нашего земляка, летчика-космонавта, свинец Виктора Петровича, которого, я думаю, мы сегодня с вами увидим вживую. Я его увижу уже в пятый раз в этом году. Очень приятно, кстати. Очень классный человек. Вообще поражаюсь его активностью. И то, как он выглядит в свои 77 лет, даже не скажешь, что у него такой возраст. Вот, кстати, смотрите, тут что-то приземлилось на улице из космоса. Маленький экспонат. Он, кстати, стоял, находился как раз в этом музее раньше. Вот еще раз его покажу. О, с другой стороны, я даже не замечала, он имеет три этажа даже. Ну, а во всем, сейчас будем заходить. И, надеюсь, нам все там понравится в этом новеньком космическом центре. Еще раз вам его покажу. У нас, кстати, уже достаточно давно холодно. И я вот хожу еще в сверх кожаной куртке. В такой жилеточке, у которой есть ушки. И которая имеет депардовую окраску. И, кстати, недавно в ролике в своем я вам показывала, что к этой жилеточке есть перчатки еще и хвостик. Но их я уж не убиваю, только для каких-то интересных фотосессий. Ладно, идем мы. Мы с вами находимся по ней этого здательства. Такой даже здесь очень интересный, уникальный, конечно же, космический дизайн. Мне, по-моему, очень нравится. Я решила начать знакомство с космическим центром, с планетария. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами находимся в планетарии детского фактического центра. Новый кировский планетарий. Новый кировский планетарий. Диаметр купола 12 метров. Зал 50 мест. Купол наклонен на 10 градусов. Он еще... Планетарий еще не открыт. Вы практически, наверное, первые зрители. Будитель для этого здесь был только губернатор Кировской области, депутат законодательного соглашения. Купол уникальского производства компании «Астротек». Проекционное оборудование. Вы можете видеть, если кто внимательно посмотрит. Проекторы литийского производства фирмы «Парк». Это специализированные проекторы. И там сзади есть аппаратная комната, которая стоит. Астросимулятор. Ну вот. Вот наша Земля. Такой, какая она выглядит даже не с высоты полета космонавтов, а достаточно далеко уже от нее отлетел. Мы можем подлететь немножечко, где мы можем поближе. И вот, видите, у нас есть четко очень видна граница света тени. Вот у нас видно Солнце, которое освещает нашу Землю. И мы видим, что эта часть Земли освещена, а там часть Земли находится в стену. Мы можем полетать вокруг нашей Земли. И, видите, я вот сейчас включил, так называемый, режим полета. Ну, космонавты немножко все-таки ближе к Земле летают. Вот. Скорость здесь очень большая. Мы можем наблюдать и наши континенты, нашу Землю, Млечный путь, звезды, которые его окружают. Можем приземлиться. Правда, она приземлится в заранее назначенную точку. Ну, давайте присмотрим все. Пожалуйста. Ну, планетарий, естественно, позволяет показывать не только планеты, звезды. Можно, например, показать все зодиакальные созвездия. Сейчас все 88 зодиакальных созвездий, которые присутствуют на нашем Земле. Мы здесь живем, мы привыкли к ней, и поэтому не всегда замечаем, насколько она удивительна и прекрасна. На ее континентах мы видим горы и равнины. Они окружены океаном, который занимает большую часть поверхности нашей планеты. Океан на Земле уникален. В Солнечной системе больше нет ни одной планеты, где было бы так много воды. Притяжение Земли удерживает возле нее оболочку из воздуха, атмосферу. Благодаря ей на Земле не бывает ни слишком жарко, ни слишком холодно. Кроме Земли, возле Солнца есть еще три каменных планеты. Самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета называется Меркурий. У Меркурия нет атмосферы. Раскаленная и туманная Венера почти такая же по размеру, как наша Земля. Но Венера окутана плотной атмосферой из углекислого газа. Ее температура достигает 460 градусов. Марс – самая далекая от Солнца планеты земной группы. Она в два раза меньше Земли. На этой холодной красной планете можно увидеть фантастические пейзажи. А атмосфера здесь совсем тонкая. В далеком прошлом на Марсе, как и на Земле, было тепло и плескалась вода. Перед нами еще четыре планеты, которые находятся гораздо дальше от Солнца, чем Земля. И очень сильно от нее отличаются. Это газовые гиганты. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Огромные планеты-гиганты удерживают возле себя множество спутников. Наверное, самый интересный спутник Сатурна – это Титан. Спутник Титан больше планеты Меркурьев. Здесь открыты реки и озер, но в них не вода, а жидкое вещество, которое называется этан. На Титане очень холодно. Минус 180 градусов. Чтобы посмотреть фильм, можно прилечь, чтобы было удобнее видеть клубовую планетария. Кому не понравилось, таких нет, ну замечательно. Приходите еще, да? Да, у нас тесты на симулятор. Сатурн подошел, тоже собирается попасть в планетарий. Все равны, все одевают бафилы. Я тоже обладела. Наверное, зайдем тогда еще раз. Нормально. Как он появляется, если дети и взрослые берут автограф и стараются с ним сфотографировать. Но вчера у меня была такая возможность, поэтому сегодня я не буду повторно фотографироваться, не буду брать автограф. А так он очень контактный, очень осуществленный человек и, как мне кажется, очень сильно любит детей. Вообще классно. О, они заходят. Луна, Марс, Юбитер. Это все можно проектировать, если сюда отказать. Да, вечером там сделаны огни, бегущие. Можно было заключать и будет видно, как будто это летающая тарелка. Только что побывала в зале, который напоминает по форме летающую тарелку. Но он еще, к сожалению, не готов, поэтому чуть-чуть только удалось послушать, что тут должно быть и как тут должно быть. и, в общем-то, буду двигаться дальше, буду смотреть, что тут есть еще, присоединяюсь к какой-нибудь группе и продолжу влог. Единственное, я хочу вам показать фотографии, которые мне очень нравятся, фотографии советского времени. Смотрите, какой классный, симпатичный, молодой Виктор Савиных, Виктор Петрович и другие наши космонавты. В общем, давайте сейчас идем дальше. Здесь кстати несколько этажей, находились мы на третьем, и я спускаюсь теперь на второй. Не знаю, что тут нас будет ожидать еще, но явно что-то интересненькое. Как раз сейчас подходит очередная группа, к которой я и присоединюсь. Пока, смотрите, еще какой здесь интересный холл. Сейчас все сделано. И мне нравятся вот эти подсвеченные картины. Вообще все красиво так. Супер. Надо сделать фотографии на память. Мы находимся в выставочном зале, где представлена экспозиция, посвященная жизни Виктору Петровичу Савиных. Очень интересная здесь экскурсия. Обязательно вставлю вам фрагментики, которые мне удалось заснять, чтобы вы тоже могли немножко послушать и приобщиться к теме космоса. Валют, это был 160 миллионов. Валют, это Гитлер Гитлевич, занимался подручной работой. И вот, обратите внимание, вот эти четыре капсулы в этой теме. Это споры Женьшеня. Были вот тут маленькие. Женьшеня, это корешок. В этом маленькие такие векаротения, вот два зеленых пистолика, которые лежат, были вот в эти капсулы запаяны. Отправились в космос Виктором Петровичем. И вот такая биомасса Женьшеня выросла. Видите, он почем-то девочка. Это биомасса Женьшеня, так что опыт просто несоводо вся. Так что вот Виктор Петрович, может, там пройдет. И вот посмотрите на нижнюю полочку. Сейчас, конечно, у нас шарфы, там зенит, спартак. Мальчишки любят там хвастаться, приверженность своя к футболу и хоккее показывают. А раньше, вот поскольку космос был таким главным, это было самое вот такое чудесное, что было в жизни вообще россиян. Поэтому видите, шарфы Александров, Серебров, Соловьев, даже фамилии были набраны на шарфе. И также даты, когда летали они в полет. Так что это так сложно было достать. Это было вот, то есть, это действительно музейный экспонат. Если у кого-то дома, они за что не отдадут. Ну и костюм, в каком космонавте работает внутри космического корабля. Поскольку Виктор Петрович трижды был в космосе, у нас таких костюмов там в зале были, то есть их достаточно. Поэтому видите, вот этот похожий, не надеванный даже. Видите, сколько карманов, такие функциональные костюмы были. Ну и уже полы... У нас сегодня полеты, это очень сложные действия. И поэтому космонавты сегодня сразу, при заключении контракта на полет, сразу как бы получают задание, кем они летят? Бортинженер, начальник командира экипажа, или ученый, или турист. Сегодня разные летают. И космонавты неукоснительно во время полета должны выполнять бортовые инструкции. Их очень много. На вход, на выход, на герметизацию, даже на прием пищи. И если командир экипажа сказал, что нужно гаечку повернуть только на один оборотик, то вы не смеете делать ничего другого. За все отвечает командир экипажа. Поэтому вот этих инструкций довольно много. Они у нас во всех экспозициях присутствуют. Ну и Виктор Петрович, видите, за заполнением документов, еще фотография. Ну и уже сейчас вот тут только Виктор Петрович был. То есть он был дублером советско-польского экипажа. И, конечно, поляки подарили ему книгу с видами Польши. Вот видите, какая красивая из Польши поделка. А также вот советско-сирийский экипаж был. Советский был только дублером. Но потом он был в Сирии как почетный гость. Космонавт, который слетал, конечно, его взял в Сирию. И вот такая вот сабля была подарена Виктору Петровичу. Сами знаете, что все восточные народы дарят саблю. И это символ чего? Символ мира, символ могущества, символ силы, символ ума. Так что вот, южные народы у нас более все-таки правильные. Хожу в зал, пилотируемые космонавтики. Сейчас послушаем, что там. Идет на экскурсии. О чем там говорится. И вот этот вот профилактический работающий костюм Кангвен. Он очень сильно стягивает все тело космонавтики. Кангвен, чтобы пробовал, но главное, хвалится, кулировать, как и о земле. Ну, как мы знаем, все космические технологии, но передвижения, не менее на земле. И поэтому вот такой вот костюм, он будет немножко модернизированный, используется уже на земле для восстановления. После, дети его убивают в центральную ЦП, чтобы ходить. И вот вот после инфарктов и инсультов тоже они убивают по профилю и уходят в кучу соходин. И давайте посмотрим самое интересное космическое видо. Первый космонавт у нас два видо в следующих видов, которые поминают шуток зубной пластики, что они всегда у нас очень быстро бутят. Поэтому сейчас космонавты в основном берут видо в таких вот консервах и в пакетах, которые в методом субсимации вакуум и сандартную нарусом и витрироваться полностью удалена вода. Поэтому видите, они все сморщены, да, такие. Также они пытаются нестанцией, а настации они в такой пакет вводят воду и примерно через 10-15 минут и, да, раскушают и принимают уже вид обычный земной. То есть они могут открыть пакет и воспользоваться обычными ложками и белками. Или, если что-то жидкое, то просто вы. Перед вами костюм некорабельной вечности называется Орлан МКС он расшифровывается не как международная космическая станция а как многофункциональный компьютеризированный сетей синтетический скафанд и вот такой у нас скафанд со всем оборудованием весит 110 кг и скажите как же вы думаете как же они одевают этот скафанд нет как вот они одевают как ты его оденешь да, правильно крышка открывается и они туда прям заходят затем крышка закрывается и они одевают свои перчатки то есть смотрите весь такой скафандр он постоянно находится на международной космической станции и доставляется отдельно с грузом космонавтов а с каждым своим полетом космонавты привозят только индивидуальные свои перчатки и для чего же зеркало на этой перчатке для себя красиво для меня очень, да? нет, наверное, что-то здесь шторм сзади находится, да? электронно доступные места могут направлять а также смотрите вот здесь вот имеется у нас изображение в зеркальном, да? тепло-полог для чего это? если космонавты находятся на солнечной стороне то у них температура с оборотом плюс 100 градусов если и на темной, то минус 100 градусов поэтому по такой скафандр они еще одевают специальный костюм водяного охлаждения он прошит трубками и по этим трубкам уже как раз поступает вода и когда надо, она охладит или согреет космонавта ну на этом